МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волонтерская тусовка в музее-заповеднике Пустозерск отметили День туриста. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги очередного дня в студии. Олег Хатанзейский и мы начинаем. Сегодня в Наринмаре состоялась первая сессия нового созыва регионального парламента. Участие в ее работе приняли 19 депутатов, 6 из них – парламентарии прошлого созыва, подтвердившие свои полномочия на новый срок. Остальные вновь избраны. Первая сессия носит организационный характер. Получение мандатов, выборы председателя и его замов. Ольга Русул следила за ходом сессии. Работу первой сессии 28-го созыва собраний депутатов Ненецкого округа открывает старейший по возрасту парламентарий. Он же ведет регламент до избрания председателя. Наталья Лысакова признала сессию правомочной, так как имеется кворум 19 депутатов. Перед началом сессии председатель окружной избирательной комиссии Георгий Попов подводит итог прошедших 9 сентября выборов. Выборы прошли по смешанной системе. 8 депутатов были избраны по одномандатным избирательным округам, 11 депутатов избраны по единому избирательному округу. Явка составила 35,96%, что на 5,5% меньше явки избирателя на выборах депутатов окружного собрания, состоявшихся 14 сентября 2014 года. Итоги были подведены 12 сентября. Выборы были признаны действительными и состоявшимися. Официальное опубликование выборов состоялось 15 сентября в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа Нарьяна-Выбор. Таким образом, партия «Единая Россия» получила 11 мандатов. КПРФ-3, 2 мандата достались ЛДПР, партия «Родина», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» получили по одному мандату. В собрание вошли 6 депутатов прошлого созыва, подтвердившие свои полномочия на новый срок. 12 депутатов избраны впервые. Председатель избиркома вручил удостоверение и значки зарегистрированным депутатам. Каждый народный избранник принес присягу. Торжественно обещаю соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Ненецкого автономного округа. Обязуюсь честно и добросовестно служить развитию Ненецкого округа и благополучию нашего населения. В повестке первой сессии 16 вопросов. Первое избрание председателя собрания депутатов. Каждый парламентарий может выдвинуть на этот пост одну кандидатуру, включая самого себя. Единственное предложение от партии «Единая Россия» Александр Лутовинов. Многие знают его по многолетней парламентской деятельности, по деятельности в органах местного самоуправления города Наринмара, по руководящей работе на предприятиях Ненецкого округа, по работе на посту заместителя председателя окружного собрания. Тайным голосованием, большинством голосов, только трое против, парламентарии избрали Александра Лутовинова. Срок его полномочий на этом посту – пять лет. Вновь избранный председатель окружного собрания ознакомил собравшихся с перспективной программой работы собрания на ближайшие пять лет. Приоритетные направления – развитие оленеводства, образование, улучшение жилищной политики. Чтобы вывести экономику округа на новую траекторию роста, заданную как посланием, так и майскими указами президента Российской Федерации, предстоит снять законодательные барьеры, которые стоят на пути реализации прав граждан, развитие конкуренции, притока инвестиций, внедрение современных технологий, обеспечить сбалансированное развитие экономики округа. На пост заместителя председателя собрания два кандидата – Максим Арбузов от партии «Единая Россия» и Татьяна Федорова от партии КПРФ. Тайным голосованием на этот пост был избран Максим Арбузов. Из 19 депутатов за него проголосовали 15. Он также ознакомил собравшихся с основными тезисами своей дальнейшей работы на этом посту. Депутатский корпус понимает, что мы представители тех, кто нас выбрал, жителей. Именно представительская функция предваряет законодательную. Я имею в виду то, что только в открытом общении с людьми будут рождаться решения, улучшающие их жизнь. Следующий важный момент успешной работы собрания депутатов – конструктивное сотрудничество с органами исполнительной власти региона, федеральными структурами. Наша задача – помогать корректировать вектор изменений в соответствии со спецификой нашего региона, особенностью наших жителей. Максим Арбузов возглавил и комитет. По решению ненецких парламентариев комитет будет только один. А вот комиссии – пять. Также избраны мандатная, регламентная и наградная комиссия. Руководству самое большое по составу постоянной комиссии по экономической политике и бюджету приступит Наталья Кордакова. Комиссию по социальной политике возглавит Анна Булатова. Постоянную комиссию по вопросам образования, культуры и спорта возглавит Андрей Смыченков. Руководить комиссией по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования будет Матвей Чупров. Председателем постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления избран Александр Чурсанов. В соответствии с окружным законодательством на профессиональной постоянной основе могут осуществлять свои полномочия не более 8 депутатов округа. Депутат собрания, изъявивший желание быть назначен на должность депутата, работающий на профессиональной постоянной основе, обращается с соответствующим письменным заявлением к председателю собрания. Все поступившие заявления выносятся к председателям собрания на рассмотрение сессии. Таким образом, на постоянной основе в новом собрании депутатов будут трудиться Анна Булатова, Андрей Смыченков, Александр Чурсанов, Наталья Кордакова и Матвей Чупров. Для работы на постоянной основе депутаты согласовали кандидатуру Николая Миловского. Ольга Русул, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На первой же сессии новоиспеченные депутаты приняли изменения в ряд законов Ненецкого округа. Один из них разработан в целях обеспечения прав граждан на получение отдельных региональных льгот и мер социальной поддержки в рамках изменяющегося федерального законодательства, которое касается повышения пенсионного возраста. Законопроект, направленный на сохранение льгот окруженным пенсионерам, был внесен еще депутатами прошлого созыва. Принимается новыми. Впрочем, суть и это не меняет. Изменения заключаются в сохранении льгот и мер социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста на прежнем возрастном уровне. Так, проектом закона округа предлагается привязать в отношении лиц предпенсионного возраста условия предоставления соответствующих региональных гарантий не к факту назначения страховой пенсии по старости, а прежде всего к факту достижения женщинами возраста 50 лет и мужчинами возраста 55 лет. Таким образом, действующие на данный момент региональные пенсионные льготы предлагаются сохранить за жителями округа независимо от грядущих пенсионных преобразований на федеральном уровне. В частности, для указанных категорий граждан сохраняются льготы по уплате транспортного налога, в том числе освобождение от его уплаты в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, право на льготный проезд на общественном автомобильном транспорте, на оказание бесплатной юридической помощи для неработающих граждан предпенсионного возраста. Также сохранятся субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одиноких неработающих граждан, а также семей, состоящих только из неработающих граждан предпенсионного возраста. Единовременная социальная выплата в размере 4000 рублей будет предоставляться оленеводам и чумработницам, достигшим возраста 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин, которые были заняты в оленеводческом хозяйстве округа не менее 5 лет. Также закон касается предоставления права на оплачиваемые один раз в два года проезд к месту использования отдыха и обратно несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении неработающих лиц предпенсионного возраста, а также предоставления указанной категории граждан ежемесячной компенсационной выплаты на содержание детей. Меры соцподдержки ветеранов и граждан, приравненных к ним, будут также предоставляться по достижению возраста 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин, а не при условии назначения пенсии по старости. За предпенсионерами закрепляется право на получение ежемесячной компенсационной выплаты 308 или 3500 при соответствии установленным требованиям, цен за проживание в округе, наличие соответствующего стажа работы в регионе и уровня дохода гражданина. Кроме того, мы помним, что есть ряд постановлений, которые приняты администрации, которые касаются зубопротизирования, авиаперевозки, речной транспорта. То есть у нас все мы льготы намерены сохранять и сейчас как раз мы предлагаем вот этот закон принять для того, чтобы сохранить в неизменном виде все региональные льготы. Действие принятого закона распространяется на лиц, право на пенсию у которых возникает в соответствии с пенсионным законодательством России не ранее 1 января 2019 года. Итогом рассмотрения вопроса на сессии стало его принятие в первом и втором окончательном чтениях. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Леонид Шишилов, Телеканал Север. Депутат регионального парламента нового созыва Рима Галушина сложилась ополномочия уполномоченного по правам ребенка в Ниньцком округе. Процедура проведена в соответствии с законодательством. Настоящий момент работа правозащитного органа ведется в обычном режиме. Обязанности уполномоченного по правам ребенка по Ниньцкому округу временно исполняет уполномоченный по правам человека Лариса Веридова. Новый окружной омбудсмен по правам ребенка должен быть избран на ближайшей сессии. Внеочередное заседание запланировано на 1 октября, начало в 10 часов. Окружным депутатам нового созыва предстоит принять закон о выкупе аварийного жилья. Проект документа, который уже принят администрации региона, подразумевает, что денежные выплаты могут быть направлены на приобретение в собственность готового жилья, либо на приобретение жилья путем долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Тему продолжит Алина Вучейская. Иван Пономаренко охотно демонстрирует на камеру, в каком состоянии находится придомовая территория. Пол у входа в подъезд проваливается, а дыры у выгребных ям жители прикрывают подручными средствами. Вот это вот положены доски, уже все размокло, вот оттуда, сюда, а вот это выгребная яма, значит, что? Сейчас это все размокнет, будет кто-то под домом в выгребной яме. Инвалид живет тут. Причем аналогичная картина по периметру всего дома. Непонятно, как сорокалетняя деревяшка вообще не обвалилась. Фундамент давно прогнил. Не мудрено ведь под строением озера из канализационных стоков. Все сливается, все сливается под дом, все под дом. Даже я смотрела вот у нас осмотр этого дома, да, нашего, там все прогнило, все доски вот просто вот такие вот. Нам сказали, говорят, ну если будете падать, то будете падать в эту сторону. Многочисленные письма в местную администрацию и звонки, и визиты в управляющую компанию эффекта не дают. Чиновники владельцев квартир попросту игнорируют. Ну а коммунальщики лишь кормят обещаниями. Ремонта же никакого, ноль. Вот. Все обещают. Все валятся, эти крыльца и все, и под домом все дырки, все вот это вот. С понедельника, с понедельника получим цемент и до сих пор. Дом признан аварийным. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья его должны расселить до 2022 года. Только вот большой вопрос, продержится ли деревяшка еще четыре года. Причем такие случаи сплошь да рядом. С аналогичной проблемой сталкиваются жители улиц Южная и Пионерская. Чтобы как можно быстрее закрыть вопрос с подобными домами, в администрации Ненецкого округа разработали закон о выкупе жилья в аварийных строениях. Этот законопроект, конечно, даст нагрузку для бюджета. Это все понимают, что выкуп квартир будет проводиться по стоимости квадратных метров, которые утверждаются Минстроем ежеквартально. Переселение граждан у нас и всегда это было приоритетной задачей, но в то же время сейчас еще в 204 указе президента тоже большое внимание уделено как раз расселению ветхого аварийного жилья. Поэтому мы считаем, что этот закон своевременный. Если законопроект одобрят депутаты местного парламента, то уже с 1 января 2019 года собственники жилья, признанного аварийным, смогут продать свои квартиры в администрацию региона. Полученные средства можно будет потратить на приобретение готового жилья или вложить в долевое строительство. Ну а те, кто уже имеет в собственности другие жилые помещения, смогут распорядиться компенсацией по своему усмотрению. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». Власти Ненецкого округа приобретут 4 квартиры для расселения из ветхого жилья в селе Коткино. Электронный аукцион на приобретение помещений размещен на едином портале госзакупок. Согласно материалам, закупки жилые помещения будут приобретены путем инвестирования в целях переселения граждан из жилых домов, непригодных для проживания или с высоким уровнем износа. На эти цели из бюджета округа будет выделено почти 16 миллионов рублей. Итоги торгов планируются подвести 15 октября. В рамках данной закупки на территории Коткинского сельсовета планируется приобрести 4 квартиры. Две двухкомнатных, однокомнатную и трехкомнатную общую площадь составят 193 квадратных метра без учета лоджий и балконов. Согласно условиям госконтракта, квартиры будут приобретены не позднее 15 августа следующего года. На сегодняшний день в муниципальной очереди на улучшение жил условий в Коткино стоит 19 семей. На четвертом участке дороги Нарин-Марусин завершаются работы на мосту через Харьяху. В эти дни дорожники выполняют бетонирование монолитных участков тротуаров. Параллельно ведется покраска опоры и бетонных балок пролетных строений. В целом на четвертом участке субподрядчик выполняет работы по восстановлению продольного поперечного профиля дорожной одежды. Рабочие устраняют просадку, так как участок используется технологическим транспортом. Также выполняются работы по устройству барьерного ограждения. На сегодняшний день в полном объеме выполнены укрепительные работы, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Срок сдачи объекта 30 октября. Напомню, что сдать объект согласно госконтракту планировалось еще в октябре прошлого года. Однако в ходе строительства была выявлена необходимость проведения дополнительных работ, без которых ввод объекта в эксплуатацию был невозможен. Так, объем отсыпки земляного полотна увеличился на 40 тысяч кубометров. Волонтерская тусовка прошла в историко-культурном и ландшафтном музее-заповеднике Пустозерск. Это мероприятие приурочено ко дню туризма, который отмечают сегодня, 27 сентября. Волонтерская тусовка – своеобразное подведение итогов полевого сезона музея-заповедника Пустозерск 2018 года. Со двора музея-заповедника Пустозерск веет костром и запахом походной каши. Сегодня здесь разбили палаточный лагерь. За кружкой чая, душевными разговорами сотрудники музея и волонтеры подводят итоги полевого сезона. 16 волонтеров, которые в основном участвовали в нескольких проектах одновременно. Это проект «Лесные жители Пустозерска», «Наследие Пустозерска» по президентскому гранту от общества краеведов и по проекту «Окологический десант. Большая Пустозерская тропа». Летний палаточный лагерь действует в музее-заповеднике не первый год. Его история начинается еще с 1997 года. Привлечь молодежь, конечно, непросто, ведь волонтеры – это те, кто помогают на чистом энтузиазме, то есть абсолютно бесплатном. Это нужно воспитывать, это нужно. Волонтерство не просто доброем помощь на безвозмездном основе, это также еще и знакомство. Также вы знакомитесь с таким количеством людей, с такими людьми, с которыми просто так вы не познакомитесь. Это тоже, как я всегда говорю, когда при знакомстве и при поиске волонтеров. Сейчас нарабатывайте связи, в будущем они вам помогут. Сергей – волонтер со стажем. Кроме того, он является председателем добровольческой организации «Гринхоум», которая помогала музею в реализации проекта «Лесные жители». А вот Арина участвует в движении впервые. Говорит, понравилось и на достигнутых результатах останавливаться не собирается. Я собираюсь, получается, нас пригласили сюда, говорили, что нас хотят заинтересовать в еще каком-то проекте, и вот я хочу в нем участвовать. Добровольцы помогали музейщикам не только с реализацией многочисленных проектов, обустройством новых маршрутов, но и убирали мусор, благоустраивали территории и многое другое. Быть волонтером – это призвание своего рода философия, считают участники лагеря. Главное – помочь людям и сделать какой-нибудь проект, и показать людям то, что не в телефонах где-то сидеть дома, а где-нибудь в лесу отдыхать. В такой неформальной обстановке гости и сотрудники музея-заповедника не только подвели итоги добровольческой деятельности этого года, но и наметили перспективы волонтерского движения в НАУ. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. Продолжение следует...